Всем привет! Guten Tag, meine Liebe! Ну, это известно. С вами Соня и Лидия Корчемные. Итак, Соня, расскажи, как проходят твои каникулы? Ну, не так уж сладко. Что такое? Значит, как вы уже, наверное, догадались, я ещё раз сломала конечность. Конечность. Так, какую на этот раз? На этот раз это была нога. Нога. Ещё раз спортивный аксидент, ещё раз больница ночи, ещё раз фонари, ещё раз медсестра, ещё раз возвращаемся мы домой и с гипсом. И с гипсом. Так. Значит, после этого я на самом деле ничего делать не могла, кроме того, чтобы сидеть на диване и отдыхать. Ну, не только отдыхать. Что ещё делала, Соня? Ну, ещё я кушала. Ну, не только кушала. Ну, ещё... Давай по делу. Значит, ещё я делала алгебру. Марка Ивановича с канави, кстати. Ничего себе. Значит, ещё я читала книжку о алгебре Киселёва. Молодец. И ещё я спала. О, это правда, что ты спала, это известно. Так, что ещё? Что читала, Соня? Значит, ну, ещё я читала, да. Значит, я закончила читать «Три товарища», а в фоновом режиме прочитала «Двенадцать стульев» и закончила читать... о Рабле Гаргантюа и Пантагрюэль. Угу, прекрасно. Расскажи подробнее про Рабле. Значит, когда... Почему папа дал тебе эту книжку? Наверное, сейчас все очень-очень удивились. Ну, значит, начнём с того, что эта книга была написана пятьсот лет назад. Так. А, и как вы, наверное, знаете, это было время, когда всех сжигали на кострах, потому что считали то, что это были колдуны, ведьмы и тому подобное. Ты уточни всех кого, Соня? Ну, не знаю, людей, которые решили то, что жить мы так не должны. То, что, вот, к примеру, не Солнце движется вокруг Земли, а Земля движется вокруг Солнца. И, ну, как вы понимаете. Окей. Значит, Рабле решил то, что искусство простой жизни, искусство ярмарки, пошлых шуточек, не знаю, обжорство, это тоже искусство, это тоже астетика, которую мы должны понимать. И на самом-то деле, когда начинаешь читать эту книгу, ощущение то, что, не знаю, зачем я это читаю, это же просто так пошло, так низко, так противно. Но на самом-то деле, когда ты начинаешь вчитываться в эту книгу, ты понимаешь то, что в ней заложены смыслы, и в ней заложена эстетика, которую мы не понимаем, и которую нам нужно понять. И до этого все считают то, что идея Рабле была в том, чтобы показать миру то, что церковь на самом-то деле не такая чистая, и то, что на самом-то деле церковь как часть жизни, это не такая уж красивая часть жизни. И то, что в ней тоже есть какие-то минусы, какие-то, ну, так себе стороны, какой-то задний план, который мы не видим. Но на самом-то деле, ну, это тоже, конечно, но на самом-то деле Бахтин в 20 веке, это был такой философ, который, кстати, жил всю свою жизнь в ссылке из-за того, что он писал, он написал небольшую статью о том, как он понял Рабле. И он в этой статье сказал то, что на самом-то деле, вот, Рабле — это об эстетике пошлой жизни, и об эстетике, как я уже сказала, низкого плана этих людей, которые ничего не делают, кроме, там, не знаю, косят сено или что-то такое. Едят. Едят. Приходят на ярмарку, продают, там, не знаю, рыбу, ещё что-то. Да, рынок и всё такое. Отлично, спасибо, Соня. Ты рекомендуешь читать? Да, мне кажется, ну, на самом-то деле, я бы не рекомендовала для, к примеру, детей младше, чем я. Мне кажется, нужен какой-то небольшой, какая-то небольшая база чтения, чтобы прочитать эту книгу, потому что, мне кажется, не все её понят, поймут. То есть 13 плюс или 14 плюс? Да, мне кажется, 13-14 плюс. Да, маркировку поставили. Отлично, Соня. Ну, а киношки-то ты смотрела на каникулы? Да. Ну, было какое-то счастье. Так, что смотришь, расскажи. Вчера мы с младшим братом посмотрели «Жеймса Бонда приятно навсегда». Вообще, мы с братом очень любим «Жеймса Бонда». Почему? Ну, во-первых, там очень смешные шуточки. Там есть некоторые сцены, которые, пожалуй, детям, как моего младшего брата, смотреть не надо, но шуточки там очень прикольные. Что происходит с теми сценами? Ты брату закрываешь глаза? Нет, обычно мы просто кричим и подаворачиваемся. Так, и прячьтесь в подушке. Значит, ну, по сути, этот фильм о том, как сами шпионы и суперагенты смеются над своими ролями. Вот. Это вообще очень смешной фильм, и там очень показано, как бы, мир того времени. Там, не знаю, вот даже смотришь фильм, это ощущение, что ты сам попал там в 60-е годы, и там всё так красиво сделано. Такие красивые женщины, такие красивые мужчины, и декорация просто замечательная. Окей, ты рекомендуешь. Да, я рекомендую, но мне кажется то, что последние Джеймс Бонды уже в 21 веке, там, не знаю, как сам последний Джеймс Бонд, это уже совсем что-то не то. Как бы, там есть, ну, там почти шуток нету. И, ну, вообще, Джеймс Бонд в то время абсолютно пропал. Это просто очень хорошо сделанный боевик. Пропало вот это вот... Да, ощущение то, что ты оказался в каком-то другом красивом мире. Окей. В общем, рекомендуем Джеймса Бонда. Какие твои любимые серии? Ну, я очень люблю серию про Голдфингера. Это третья, и она мне ужасно нравится. Наверное, ну да, они все, по сути, очень хорошие, но я ещё люблю серию, которая You Only Live Twice. Окей. Друзья, у вас теперь есть от нас список, что почитать, что посмотреть. Надеемся, что вы оставите ваши комментарии, ваши вопросы. Поделитесь этим видео с вашими друзьями, которые тоже подпишутся на наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем очень-очень вам благодарны. И до новых встреч. Пока-пока.